Читатель попросил рассмотреть возможность поиска золота от Торжка, Верхний Волочок и Балагоя. Участочек всего-то, как говорится, чуть до ничего, да, получается, 100 километров. Ну, я не знаю, в каком месте он конкретно проживает, где ему удобно. Я вообще придерживаюсь правила. Далее 50 километров от дома даже не рассматривать, потому что, ну, это... так скажем, на бензин больше потратишься. Место очень интересное. Дело в том, что мста, река, вот эта вот, являлась в свое время стоком ледниковых вод. То есть здесь как раз бежали воды ледника. Ну, и здесь очень много. Сейчас посмотрим. Ну, вот, я открыл 4 листа двухсотки на сайте в Сигеи. Четвертичное отложение до четвертичное отложение на европейской территории страны. Нет смысла смотреть по простой причине. Значит, вот если даже взглянуть в любой разрез, то мы видим, значит, что четвертичные отложения составляют достаточно приличный метраж. То есть вот в данном случае 50 метров. то есть никто ниже этих отложений не полезет. И выходы пород на поверхность, ну, это, так скажем, нечастое явление. Тем более те породы, которые внизу, это, как правило, юрский период, меловой период и каменноугольный. То есть это осадочные породы, морей, озер, океан там, или что тут здесь. То есть, хотя вот на карте, вот они, значит, это как раз красненькое. Или здесь красное другое обозначение. Здесь языка мы вот это вот. То есть здесь выхода, значит, до четвертичных пород на поверхности нет. Значит, вот у нас этот участок получается. Мы в этом, так скажем, диапазоне и будем смотреть. Где торжок-то? Ага, вот он торжок у нас. Ну, сразу возле торжка прям это вот эта поверхность, значит. Вот территория интересная. И вот озы Камы московского ледника, значит, получается у нас. И притом они режутся, данная гряда режется рекой мста. То есть ледник, река в леднике, в самом леднике, значит, про... Вот здесь вот сделал отложение, а потом, значит, современная река промыла вот это русло. И получилось, что вот здесь вот очень хорошо перемытый, то есть первоначально перемыт был материал. водами в самом леднике, и потом, значит, материал перемыт после того, как ледник сошел. То есть... а это не мста, это я ошибся, это я ошибся, значит, лого, лого какая-то. Ладненько, сейчас попробуем мы найти на Климово, ориентировка Климово. Все, сейчас поищу на карте. вот этот участок, значит, вот он размыв получается, вот у нас тут логореш река называется, и вот ручей у у нас, Здесь валуны у нас, значит, река, и вот ручеечек. И здесь точно самое, смотрим, значит, здесь получается у нас, размыв вот эта часть, заболоченное место, а вот этот ручеек, вот он, вот в этой части, где гряда заканчивается, заканчивается, видите, логореш река получается, упирается в гряду, начинает ее гибать, вот это дело размыло, а вот здесь заканчивается гряда, то есть потоки воды талое от ледника вот эту промойну сделали, перемывали материал, а еще нам ручеек Миленский вот этот помог вот этот материал перемыть, то есть вот на этом участке я бы лично побродил бы. Здесь копать очень глубоко, не дарыться, слишком уж очень, я думаю, а может кто его знает посмотреть, надо копнуть пару раз лопатой, на какой глубине галичник будет, то есть тут будет обязательно галичник где-то, ну и как минимум это вот в этом месте значит побродить, то есть это район получается значит от трассы М11 ориентировка Ушакова Бедькова и вот он торжок у нас получается то есть от торжка рядышком совсем к сожалению фотографий нет никаких ну вот карьер да вроде фото но это песчаный карьер то есть он нам не интересен как таковой так и дальше начнем значит ну это так скажем первое место где вот оно само просто напрашивается то есть пересмотреть соответственно вот этот бортик пересмотреть бы неплохо далее что значит вот эти вот отложения конечной марены но здесь нигде не видно перемывав не видно водички да поэтому не особо уделяем внимания значит интересно конечно желтые эти вот отложения это у нас получается чтоб не гадать долго значит вот он вернее чтобы понимание было А3 В3 значит верхневалдайский горизонт оливиальное отложение пески галечник суглинки что получается значит валдайский ледник он самый маленький он фактически перемывал днепровский и московские ледники отложения то есть он не сам принес новый материал а перемывал то что уже было принесено ранее и в основном конечно это пески ну в подмосковье мало мест где значит поработал валдайский ледник ну где я был значит это в основном именно отложения предыдущих ледников покрыты вот такой легкой фракцией в этом материале нет смысла непосредственно вот работать но где воды валдайского ледника порезали то есть создали овраги вот там есть смысл поработать конечно там врезание было до тех предыдущих отложений которые сформировались в момент движения ледников днепровского и московского напомню еще значит 500 лет примерно такой вот период трех ледников с определенной так скажем они последовательностью 500 тысяч лет цифру понимаете да и вот за эти 500 тысяч лет пришли три ледника значит на территории Тверской области первый ледник ну наверное километр был была толщина льда то есть тысячу метров все это как бульдозер работало все это двигало перемещало ладненько давайте дальше вот он верхний волочок у нас получается да и здесь у нас опять озовые гряды озовые камовые значит отложения озы это отложения которые сформировались в реке которая текла в леднике в самом то есть не по земле не в земляных берегах а в леднике во льду то есть река во льду была текла вода во льду и размывала ледяные берега из которого вымывала материал перемывала легкую фракцию носила тяжелая оседала это и булыжники те же самые галичник да и именно тяжелая фракция в плане нас интересует золото золото платиноиды они соответственно осели в этом месте камовое отложение это отложение значит озер опять-таки озер в которых берега были изо льда то есть озеро и туда скатывалось все что было в берегах соответственно тяжелая фракция просаживалась сниз не обязательно всегда но все происходило уплотнение и затем когда лед растаял получился холм и вот он холм этот есть здесь озах все-таки более как-то все это дело уложено а в камах просто оседало и оседало и оседало вниз поэтому озы они более интересны для поиска по моему разумению для поиска значит смотрите как интересно здесь складывается значит у нас опять возвращаемся к условным обозначениям чтобы не фантазировать ледниковые краевые аккумуляционные образования нерасчлененные марин и озы камы значит вот такая вот сеточка да обращу еще внимание вот на на вот это дело значит полосочки такие участки аномально крутого падения в продольном профиле долины сейчас увидим и так значит здесь у нас образовались краевые марины как они образовались ледник не не вот таким вот образом что вот он раз шел потом стал отступать нет как я говорил три ледника были 500 тысяч лет то есть к примеру там московский ледник да грубо говоря где-то там он порядка сотни тысяч лет да то есть в один год он двигался там лет десять двадцать или сто лет он двигался вперед потом отступил то есть вот он сюда раз придвинулся отступил следующие сто лет прошло еще сто лет он опять сюда пришел опять отступил вот это вот как раз и образовались краевые конечные марины то есть вот такого плана ледник двигался туда сюда там 50 сто лет он сюда пододвинулся ушел пододвинулся ушел пододвинулся ушел то есть вот так туда-сюда гулял тысячу лет он гулял или десять тысяч лет туда-сюда он ходил то есть это это никто точно не скажет для нас главное где искать скопление так скажем тяжелой фракции в моем понимании значит вот здесь у нас есть маринные отложения очень большие есть позовы отложения и вот это место очень интересное и течет река и вот я вам говорил значит про полосочки вот это крутое падение то есть здесь что-то типа водопадика есть я попробую сейчас на карте найти может что-нибудь удастся ну то есть поняли вы да сейчас посмотрим дальше что нашел я этот участок вот он он да но особо он не впечатляет и не видно и к сожалению фотографий нет значит как мы видим река Мста достаточно широкая такого плана долинного и она больше как бы песочком ограждена поэтому чтобы поискать места работы конечно лучше это ручьи забираться которые стекают сверху с тех же вот Дуброва у нас получается да вот здесь вот размывчик гряды скорее всего гряда вот так шла козовая и здесь размыв и у нас получается вот Дуброва здесь тоже широкая надо смотреть речка Володня если где здесь галечник выходы галечника дело в том что потом последний особенно Валдайский ледник все перекрыл песочком с легкой фракцией и ее надо так скажем проходить а это ну здесь наверное вот сюда придется идти вот в этот участочек то есть идея принцип понятен наверное да то есть мы ищем места где а вот еще мне хотелось посмотреть значит Мстоножкина Поляны сейчас я это дело найду а вот ножкина сразу ну да все то же самое то есть еще река широкая и долина такая плоская не особенно впечатляющая так попробуем фотографии посмотреть да 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 но я хочу сказать вот мне кажется это камни волны может я ошибаюсь да особо 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 не впечатляет да долина река в которой тяжело будет надо искать впадающие ручьи избегающие вот типа что-то таких режущих на река широковато здесь конечно надо вот этих посмотреть да тут почва сплавщиков они выкладывают свои поездочки это приток ты сплавщики рыбаки но в основном сплавщики в одном ролике можно очень хорошую информацию подцепить сразу а вот смотрите вот вам пожалуйста и дно сплошной булыжник то есть вот в этом месте получается это у нас это я уже забрался хорошо значит сторону получается ну хотя как фотографию берем а вот а это уже я сюда забрался ну принцип один и тот же ладно опускаемся пониже меня просили значит балагой ничего дальше лезть сейчас мы мы ушли чуть-чуть в сторону и попробуем все-таки вот именно так какие-то карьеры есть но это похоже на песчаные фотографии есть есть да карьер песчаный песочек это нам неинтересно это нам неинтересно это уже затопленный карьер да здесь песок гравия нет маленькая поищу что-нибудь интересное потом вернусь не особенно но все таки есть кое-какой материал значит вот в районе торжка это на сайте ивана герасименко фотографию ну как она яндекс выскочила можно при желании посмотреть ну и местным более понятно то есть вот он берег пожалуйста вот он галечник сумасшедший то есть под слоем почвы будет галечник ну все правильно здесь стекала вода просто уже 10 тысяч лет как тепло образовался какой-то слой почвы и галечник прикрыт поэтому мы не видим этого галечника он есть вот и местным конечно это хорошо видно вот он галечник пожалуйста здесь вот есть хотя вроде река спокойная такая вот он галечник его четко видно притом ну все то есть надо искать места фотографии сплавы он валуны какие лежат лаговеш кстати речка лаговеш сейчас я попробую найти что-то искал речку лаговеш да оказывается вот она пожалуйста на тверце чуть севернее торжка есть прекрасные в районе деревни худякова шикарное место где видно что ледник очень хорошо оставил так скажем свои маринные отложения и не перекрыто это все современными почвами то есть речка худякова и получается у нас что здесь еще толстяка вода вот ориентировка соответственно я думаю что по этим ручьям есть смысл сейчас я попробую по картам торжок значит а тут сбросилось сейчас нашел я этот участок значит ориентировка большое святцево вот оно да и прям от него идем к речке тверца большое святцево и прям к речке худякова вот оно да получается за это значит что у нас здесь получается что мы видим значит мы видим буковки дн дн значит здесь на поверхности видны отложения днепровского ледника то есть перемыт материал так что вот это вот самое просто шикарное место там где днепровский ледничок значит московский весь перемыт все что легонькое то смыто и основное значит это именно лежит на днепровском ледничке вот они эти места значит получаются все это вот подъем значит вот и вот этот участок сейчас мы попробуем посмотреть так значит особо ничего не видно ну что вот на этот ручей не зря здесь коса скорее всего галечник тут лежит но ну так не видно ничего по ручьям вот по этим если выход есть здесь днепровского ледничка значит будут и там в ручьях в этих ну принцип понятен да где искать то есть где есть на европейской части где есть выход галечника на поверхность в реке значит там и искать значит здесь получается на что еще прутинки вот еще деревня у нас отмечено крупный каменный перекат давайте его найдем сейчас что такое прутинки ерунду выдал мне ладики ну вот деревню прутинка я нашел чуть северная севернее торжка вот торжок и здесь буквально вот рядышком и прям на карте сразу видно вот он галечный перекат вот он перекат вот перекат то есть и вот на этом острове или в протоке пожалуйста работай ну что фотографии посмотрим чем-нибудь порадуют фотки а ну смотрите какая красота красотей спасибо автору здесь нам ничего не видно здесь видно вон рябь да явно что галечник но это уже выше переката мы поднялись и поэтому здесь ничего то есть все понятно да искать вот такие вот места где галечник выходит на поверхность и в этих местах работать искать удобное так скажем место для работы и ну смотрите красота булыжники где-то ручеек ведь есть тут правильно и на этот ручеек зайти чтобы не сильно маячить и ну вот он ручеек вот ручеечек течет вот ручеечек течет похоже вот здесь тоже есть ручей ну все понятен принцип да удачи и ждем отчетов на фейсбук группу заходите там человек выложил очень интересные фотографии из своих краев почти полсотни фотографии я в таком восторге красотища вообще слов нет передать это надо видеть в таком числе но так и с км вот тоже 振 вот вот я как